Кое-чего клевал, но не взял, да? Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Всё для клёвого». Мы с вами на Ингуле. И сегодня мы очередной раз снимаем видео с нашими подписчиками. Даня, иди сюда. Эдик, иди сюда. Вот, знакомьтесь, это Даня, это Эдик. Вот. Пригласили меня на рыбалку на речку Ингу. Кстати говоря, многие подписчики писали о том, что на этой реке нет рыбы. Но мы пытаемся опровергнуть этот факт. Ну, рыбы нет, но, по крайней мере, тины тут достаточно. Но она же не могла отливать. Тина. Ну, да. Но тем не менее. Хочется сказать, что места здесь очень живописные, красивые. Единственное, что мне тут не хватает, это рыбаков. Их нет, ребята. У нас на Днестре каждый сантиметр земли занят рыбаком. Здесь свободные места и нет рыбаков. Я даже себе представить не могу, что такое вообще возможно. Ну, короче, будем пробовать забить. У нас 24 часа в распоряжении, поэтому поехали. Итак, друзья, сразу одно маленькое наблюдение, которое я вот заметил. Большого круглого гороха, обыкновенного вот этого, вот такого, у меня дома не оказалось перед тем, как ехать на рыбалку. Но зато было много такого лучиного, вот как вы видите, вот он, половинки, видите, такой мелкий, средняя фракция такая. Я подумал, почему бы нет, попробовать сварить вот эти лучины, этот горох, половинки, и спешать его вместе с обыкновенным цельным горохом. При этом хочу добавить еще, опять же, прикормку фиш-спорт горох-чеснок. Для чего это сделать? Для того, чтобы мелкая фракция, которая находится в прикормке, заставляла рыбу приходить издалека. Средняя фракция, которая вот эта вот мелочь в горохе, она будет привлекать в средней дистанции. И крупная фракция, крупный горох, будет привлекать уже на ближней дистанции лова. Вот такие мои наблюдения, и этот момент я хочу как раз воплотить в жизнь. Берем горох-чеснок, и вот сюда размешиваем, и получаем то, что нам необходимо. Вот таким вот вариантом. Уверен, что это местные рыбы, если она, конечно, здесь есть, она тут должна быть. Обязательно понравится. Вот смотрите. Вот такой получается прекрасный навар мелкой, средней и крупной фракции. Вот, по-моему, то, что нужно. Точка здесь, и вторая здесь. А Данька у нас будет сейчас что делать? Собирать палатку. Ну, давай. Ставь ее так, чтобы вон в тенечек была, смотри. Вот туда вот. Вот. Вот тут хорошее место. Суседники по красу уехали. Да. Слушайте, ну тут место вообще суперовое. Тут Сосновый Бор сразу начинается. Вот там Калиновка, село, рядышком. И Данька тут начинает разбирать палатки. Так. Так, я пошел дальше. Уже третий год, друзья, у меня эта палатка. Вообще, никаких проблем. Дожди, снега, пыли, пески. Да, экономия времени сильная. 30 секунд палатка стоит. Еще 30 секунд палатка собрана. Да. Да. У тебя... Ну, интересный вариант заброса. Ну, придется немножко научить Эдика. Правильно. Кидал. Забросить, забрасывать правильно. Хорошо. Мастер-класс. Да, проведем. Для этого и позвал. Ну, я понял, понял. Хорошо. Битранера нет на катушке, да? Ну, тогда нужно пульсончик откручивать. Видно. Так, чтобы... Если рыба какая-то плюнет, чтобы она... Вот, нормально. Чтобы она могла не порвать поводок. Кстати, друзья, посмотрите. У Эдика тоже кайда емпульс. Вы видите? Оказывается, очень популярно это удилище среди рыбоков. А это что? И это кайда емпульс. Нормально. Еще один любитель фирмы кайда. Мы расположились, я даже сразу не заметил, под таким большим деревом, под грушей. Оказывается, это груша. Смотрите, сколько груш тут. Такие маленькие грушки. Но я попробовал. Очень сочные и вкусные. Просто интереснейшее место. Интересно, что будет с комарами. Вот смотри. Вот ты поставил неправильно. Не, не так. Смотри. Прокончику наставить как можно ближе сюда к кончику. И так, чтобы ты не зацеплял за леску. Вот только кончик удилища. Понял? А леска, чтобы отдельно проходила. Понял? Понял. Давай встаем на следующем. Сам. Ну вот. Она хорошо держалась. То есть, она где-то вот здесь. Видишь, она не держится. Так. Ну вот, молодец. Правильно. Полил? Без этого номера никак отдых не сочетать. Не, не, воспринимает. То есть, отдых это обязательно должно быть какое-то пожаренное мясо. Правильно? Да. Ты знаешь, с тобой трудно не согласиться. Очень трудно. Потому что, действительно, костерчик, огонек, свежий воздух. Даже сигареты Мальборо рекламирует. Костер, сидит колбой, романтика. Так и здесь. Друзья, у нас закат. Закат. Даняка, он ловит жаб каких-то непонятных. Лягушек. Вот. Эдик уже мясо подготовит. Все прекрасно. Даже комаров нет. Но не клюет. Восточный ветер. Восточный ветер. Он портит все. Завтра будет западный. И завтра будет у нас клев, да? Да, остается надеяться. Повторюсь. Когда дует губатый, клева нет. Завтра будет западный ветер. Губатый – это восточный. У нас первая рыба. Где? Вану! Да. Что? Густаря? Да. Друзья, ну, что я могу сказать? Прекрасный. Прекрасный улов. Вечерний. Да? Вечерняя зорька. Восточный стих. Ну, что же. Это прекрасно. Особенно, когда скоро подходит мясо. Друзья, у нас неуверенная такая поклевка вечерняя. Наверняка там у нас какой-то монстр сидит. Сейчас проверим. Друзья, у нас второй монстр. Намокушатник. Да, так мы быстро натягаем монстров, да? Давай. Бери кусту поймал. Да, давай. Данька! Да. Бери в садок. Тут у нас второй монстр большой. Друзья, не только мы тут груши кушаем, оказывается. Тут еще местные... Цапики. Ага. Любители груш. Дикие. Ого, сколько их тут. Берешь его. Да? И переломаешь. Раз, два. А-а-а. Я понял. Раз. Есть такие большие тоже? Он начинает дыреть. И об этом вставляешь его и уделишь еще. Понял? Угу. Давай. Ого. Ну, все правильно. Теперь его кудилищу. Друзья, у нас ужин, да, Даня? Да. Как говорится, чем Бог послал, да? Угу. Да-да-да. Девочка, ты их кушаем. Будем кушать и ложиться спать. Поймали мы сегодня две маленьких рыбки. И пока тишина. Просто вся рыба офигела от той прикормки, наверное, которую мы ей дали. И потом она, наверное, в шоке, наверное, прибывает. Может быть. Замаскировался в траве. Ага. Кто-то говорил, что в реке Ингу нет рыбы. Посмотрите, как карась. А? Правда, что-то он какой-то ночной. Ну, ничего. Пусть даже ночной. Нам это очень нравится. Днем жарко. Да. Днем жарко. Прекрасно. Это уже третья рыба, получается, у нас за вечер. Грузило, получается, у нас 90 грамм. Макуха. И поводок. Буквально 3-4 сантиметра. Друзья, утренний карась в тине. В траве. Которая сильно отягощает. Вот тут черный, слушай. Красивый. Мощный, жесткий такой, сильный. Покажи его. Угу. Аж страшный. Так. У нас что-то Данька там тачит. Ух ты. Рыбак. Ого. Класс. А ну, давай сюда. Вот это да. Посмотрите, друзья. Это ж тарань такая. Смотрите. Жирнючая. Ой, а засолится, когда будет. Смотрите, какая вкуснятина будет. Рыбак, молодец. Большая? Вот что у нас не ловилось, блин. Поперек речки стоит сеть, друзья. Поэтому и грех жаловаться, что тут проблемы. Потому что все переставлено сетями. Куда только смотрит эта рыбинспекция, хрен его знает. Вытаскивайте эту сетку. Забирайте себе ее. Да, вам она не надо. Ну, хотя бы вытащите ее возле берега, чтобы она в реке не оставалась. Вот так вот на Ингуле промышляют рыбой. Вот неправильно. Вот ты держишь леску вот здесь вот за пальцем. А нужно, должен держать. Вот здесь ее, чтобы она была перпендикулярно удилищу. Тогда дашь пулю не сними. Сними. Подожди, а какую руку ты держишь? Я левша. И ты левша, да? Перпендикулярно. Вот тут перпендикулярно. Вот, ну да, что-то типа того. То я отойду. И кидаешь его из-за головы. Из-за головы. Ну, елки-палки. Совсем другое дело. Это совершенно неожиданная встреча, после которой я понял, что рыбалку любят очень многие. И не важно, ты бизнесмен, таксист, пенсионер или народный артист Украины. Друзья, встречайте Иван Пономаренко, народный артист Украины, оперный певец, баритон. Серед любой цихоток, Серед плани, Серед квиток, Если рыба хочет кушать, она на все берет. А сегодня я предлагаю ей и перловочку, и горох, и кукурузку, и пшеничку. И что? Ноль эмоций. Да вы что? Не, ну все-таки, чтобы что-то поймали. Да. Ну, давайте, давайте. Мурка меня ждет. Давайте глянем. Вот маленький такой подлещечек. О, красавец. Самая крупная рыба, в нем баночка, это уклеечка. Уклеечка? Это сколько? Вот это вот сколько? 35? Что 35? Сантиметр. Ну, да. Он сейчас зашел по колено, стоит щучка, ей под нос. Наживку, но она не взяла, ушла. Не понравилось? Да. Приятные неожиданности на этом не закончились. Вы посмотрите, чем здесь занимается местная молодежь. Скажите, поркой леса занимается. Что, мусор убираете? Да. После таких негодяев разницы. После таких негодяев, как мы, да? Да. Вот, даже маленький, пример даже маленький, да, подаете? Привет. О, красавец. Молодец. Вот это да. Очень приятно. Слушайте, ну, дайте пожать ваши мужественные руки. А, ты чистая. Что вы такие, ничего страшного. Спасибо вам большое. Ну, просто красота. У нас на Нистре, к сожалению, такого нет. Все мусором загажено. Данька, а что ты там поймал? А ну, показывай. Рыбу. А ну. Что, серьезно? Да ты красавец вообще. Ребята, посмотрите, какой рыбак у нас. Посмотрите. Она маленькая. Ну, маленькая, зато удаленькая. Спокусилась на наш горох. Посмотрите. Вот это да. Вот это рыбак. Супер. Данька, дай пять. Молодец. Вот он. Юный рыбак, ребята, растет. Место здесь отличное. Площадка такая, где можно расположить и палатку, и машину рядом. Водоем рядом. Но нам немножко не повезло. С клевом. Сейчас дикая утка пролетела, зацепила спиннинг. Так, значит, что еще? Мне пошло это на пользу. Я отшлифовал заброс. Более технически стал это отрабатывать. Так что, ввиду того, что я давно это не делал, потерял навыки, мне пошло это на пользу. Ну, получил эмоции положительные от рыбалки, естественно. Чтобы здесь, может быть, лучший клев был, надо наживку, насадки, меньшего размера ставить. И крючки можно поменьшего размера. Потому что, видимо, не так сильно раскрывается у рыбы рот в этом водоеме. И она больше берет мелкое все. Мелкую наживку и мелкий крючок. Типа перловки, да? Хочу пожелать подписчикам канала «Все для клева». Удачи в рыбалке, чтобы всегда сопутствовала вам удача, клев, ну и всего хорошего. Спасибо, Саша, за рыбалку. Я научился вытаскивать рыбу. Было очень круто. Советую всем подписываться на канал, ставить лайки и заходить в описании на его магазин. Но, тем не менее, мы поймали пару карасей, поймали тарань. Позитивное, то, что здесь нет комаров. Негативное, что здесь очень много травы. И когда тащишь кормушку, за ней идет тонна этой травы. И поэтому утром, когда я вытаскивал снасти, две кормушки, к сожалению, потерял. Но главное, это не улов, а общение с природой, общение с друзьями, прекрасное мясо на лужин и хорошие новые впечатления. Вот это самое главное. Остальное все – мелочи, ерунда. Друзья, всем крепкого здоровья, удачи, всего хорошего. Если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok